На развитии инфраструктуры был сделан акцент в послании главы государства правительства. В данной были четкие поручения, соответственно, и определенная доля ответственности за реализацию поручения президента ложится на местные исполнительные органы. Как будут реализовываться инфраструктурные проекты в Павлодарской области, какие есть в регионе, нерешенные вопросы и, главное, как решаются насущные проблемы, имеющиеся на сегодняшний день в одном из стратегически важных индустриальных областей нашей страны. Об этом и о многом другом мы говорим сегодня с заместителем Акима Павлодарской области Люсимбаим Турганом. Добро пожаловать в нашу студию, Люсимбаим Турганович. В первую очередь, давайте поговорим вот о чем. Всем и так ясно о том, что Павлодар является одним из по-настоящему индустриальных регионов, индустриальных зон нашей страны. Как сегодня оказывается поддержка со стороны государства развития индустриализации в регионе? В первую очередь, как вы знаете, у нас реализуется государственная программа форсированного индустриального индустриального развития. И в этой программе на сегодняшний день 87 проектов, порядка 1 триллион 300 миллионов долларов, тенге, вернее, инвестиций. В эти 87 проектов? Да, вкладываются. И свыше 10 тысяч рабочих мест при реализации этих проектов будут обеспечены. На сегодняшний день уже 60 проектов мы реализовали, они запущены, они работают уже, обеспечили при этом порядка 4600 рабочих мест. Все эти проекты успешно реализованы и выпускают продукцию. Какого вида продукции? Значит, различного вида продукции. Давайте начнем так. Разные отрасли промышленной индустрии, энергетики. В частности, если говорить об энергетике, то запущены за это время крупнейшие энергоблоки, восстановлены, реконструированы. Это на Экибастузской ГРЭС-1, 8-й энергоблок, буквально в прошлом году мы запускали его. Кроме этого, на Аксуйской ГРЭС, энергоблок 325 мегаваттный запустили. Кроме этих, за этот период, за эту пятилетку были запущены такие вот заводы, как Казахстанский электролизный завод, Каустик, где хлор-щелочное производство налажено. Электролизным, это алюминий, как вы знаете. Кроме этого, к примеру, если говорить об импортозамещении, то запущено производство взрывчатых материалов на предприятии Орико Казахстан. Сейчас этот проект успешно реализуется. А вот скажите, пожалуйста, коли заговорили об импортозамещении, насколько сегодня испытывают ли, скажем, те предприятия, которые созданы в рамках ГОПФИР, проблемы с реализацией своей продукции? Ну, скорее всего, не все, правда, но, тем не менее, есть эти проблемы, потому что тот кризис, который на сегодняшний день имеется, вот он затрагивает и эти предприятия, которые в первую очередь экспортоориентированы, ну, к примеру, тот же алюминий Казахстана или же электролизный завод. Его продукция практически на 90 с лишним процентов экспортируется. Но те цены на мировом рынке, как вы знаете, на алюминий немного упали, и поэтому, естественно, значит, на сегодняшний день, если проектная мощность была у электролизного завода 250 тысяч тонн алюминия в год, то в этом году ожидаемый его объем порядка 207 тысяч тонн. То есть вот эти вот кризисные явления в мире, они и влияют. Не останутся ли в убытке, скажем, производителей, не скажется ли это на рабочих местах самое главное? Вот, кстати, очень хороший вопрос. Мы совместно с руководством этих предприятий проговариваем в первую очередь вот эти вот вопросы. Сохранение рабочих мест, заработной платы соответствующей. Ну, есть и другие предприятия, которые также экспортируют, ну, к примеру, богатырь Кумыр. Это флагман нашей угольной промышленности. К сожалению, его объемы в этом году также снижены. И как в экспортном направлении, так и на внутренний рынок упали объемы его производства. Ну, тут понятно, и наши, во-первых, электростанции в связи с падением спроса на электроэнергию снизили свою производительность. Понятно, и то, что Российская Федерация переводит свои электростанции на свой уголь и на газ. И, понятное дело, экспорт угля в этом плане тоже уменьшится. Но вы будете оказывать поддержку этим предприятиям? Конечно, мы на сегодняшний день... Самое главное — сохранение рабочих мест. Да, и оказываем посильную помощь, ведем переговоры как на межправительственном уровне, так и на межрегиональном уровне. Те встречи руководства нашей области с приграничными нашими областями, в том числе и Омской областью, Алтайским краем. Значит, мы на этих встречах как раз-таки оговорим все вопросы поставок угля, другой нашей продукции, электроэнергии в частности. Здесь вот тоже у нас проблемы, объемы также у нас по электроэнергии в этом году. По приграничным сотрудничествам, если у нас останется время, конечно, еще поговорим с вами отдельно. Давайте поговорим вот про такие вот, скажем, проблемные заводы, если так можно их назвать. Завод по выпуску обожженных анодов, да? Еще в прошлом году он достаточно был хорошо открыт, но на сегодняшний день продукции нет, насколько мы понимаем. Да, к сожалению, мы его открыли в конце прошлого года, но, как и всякое новое производство, сразу сходу оно не пошло. Понятно, какие там проблемы возникли. И вот почти 7-8 месяцев шли пусконаладочные работы на этом производстве. Но, к счастью, на сегодняшний день все эти проблемы уже решены. Своими собственными силами, или, скажем, привлекали инвесторов? Это импортное оборудование, итальянское. Там участвовали шеф-монтажные организации зарубежные совместно с нашими работниками предприятия этого казахстанского электролизного завода. Они на сегодняшний день уже запустили, и, можно сказать, что 2,5 тысячи анодов мы уже на сегодняшний день имеем. То есть, производство пошло, я надеюсь, что оно уже не остановится, и будет как раз-таки здесь 100% импортозамещение, речь идет об этом, будет обеспечено и в этом году, и в последующем году. Вот Шагольский горно-обогатительный кабинет, вот тут как ситуация так же обстоит. По тем планам, которые были у нас в госпрограмме ФИРа... Должны были открыть вот в этом году, но... Ну да, в этом году, но все-таки, учитывая очень сложное оборудование, оно впервые у нас устанавливается, монтируется. Немного не выдержали свои обязательства те подрядчики, которые были в свое время на этом строящемся объекте. Это объект Казахмыса, турецкая компания Ксималарка. Сейчас там поменяли подрядчика, сейчас китайская там компания. И на сегодняшний день утвержден новый график, новый план производства. И надеемся, мы уже в первом полугодии этого года начнут добывать руду. Ну и понятно, где-то в конце, во втором полугодии следующего года... 2015-го. Да, 2015-го года уже начнется непосредственно уже переработка этой руды. Много вопросов возникает вокруг специальной экономической зоны Павлодара, да? Вот как она на сегодняшний день действует? Расскажите, пожалуйста, вот из первых уст. Какие есть сегодня там достижения или же может быть проблемы какие-то определенные, нерешенные? Ну, в первую очередь, проблемы эти были связаны с тем, что не полностью была готова инфраструктура этой свободно-экономической зоны. Есть базовые предприятия, это АОК «Аустик». Есть его инфраструктура. Ну, понятное дело, инфраструктура уже практически свыше 40 лет эксплуатируется. И пропускная возможность той инфраструктуры, которую мы имеем, она ограничена, к сожалению. И поэтому в свое время были подготовлены технико-экономические обоснования и проектно-смертная документация для строительства новой инфраструктуры. Вот немного задержка была именно с подготовкой документов и реализацией этого проекта. Ну, и на сегодняшний день эти проблемы решены. Правительством на этот год уже выделено 3,5 миллиарда кинге на развитие инфраструктуры СЭС. Сейчас эти проекты успешно уже строятся, реализуются. На следующий год в бюджете заложен порядка 2,4 миллиарда кинге. И на 2016 год тоже порядка 6 миллиардов. Но я думаю, этих средств недостаточно будет. Мы подготовили и скорректировали ТЭО. Но я думаю, что в эти дни как раз мы этим вопросом занимаемся. И учитывая то, что у нас уже эта документация разработана, утверждена и есть заключение госэкспертизы, у нас дальше, я думаю, легче пойдет делать. И на сегодняшний день мы там имеем, вот я уже сказал, якорный проект это Каустик. Далее буквально в прошлом году одно, и в начале этого года второе производство там уже запустили. Это ТО Белизна и ТО Бона, моющие средства, дезинфицирующие средства. Это вот все-все в рамках СЭС, химический пластер. И надеемся, что в этом году уже сейчас практически готовы к запуску два предприятия. Это агрохимкомплекс и второе предприятие. Это также по выпуску пестицидов, химикатов для агропромышленного комплекса. Оно тоже. Будем надеяться на успешную деятельность специальной экономической зоны, потому что это на самом деле химическая надежда, как ее в свое время называли. Химический кластер. Химический кластер. От инфраструктуры индустриальной давайте перейдем к инфраструктуре в целом. Дороги. Вот это одна из основных проблем Павлодарской области. Как они сегодня решаются? Да, одна из больших проблем. Но я думаю, не только это в Павлодарской области в целом. Но если говорить по Павлодарской области, порядка 4200 километров мы областных районных дорог имеем. Из них 74%, около 3000 километров получается, оно в удовлетворительном, хорошем состоянии. И вот где-то около четверти, получается так, около 1000 с лишним километров в неудовлетворительном состоянии. К сожалению, в свое время недостаточно внимания, или же средств было выделено и уделено этой проблеме. Может быть, и то, и другое, да. Да, но об этом я говорить не буду. На сегодняшний день ситуация исправляется. Буквально вот в этом году в бюджете было заложено порядка 250 миллионов тенге. И объемы ремонта этих дорог у нас увеличились в 1,4 раза. На сколько хватит 250 миллионов тенге? Это ведь не так уж и много, да. В зависимости, значит, от вида ремонтов дорог. Средний ремонт капитальный, реконструкция дорог. Но в первую очередь на что уделяется в нем? Каким дорогам? В первую очередь, конечно, тем дорогам, которые связывают опорные наши села. Где вообще нету твердого покрытия, там, где дороги убиты буквально в смысле слова. Вот в первую очередь туда есть приоритеты. Мы расписали буквально перечень дорог. И в зависимости от их состояния, от приоритета, полностью этот график расписан, он у нас имеется. И мы ежегодно и в следующем году также предусмотрены на ремонт этих дорог порядка уже 5,7 миллиардов тенге. А вот сама трасса Павлодар-Астана, вот эта вот стратегическая, в каком состоянии она сегодня находится? Ну, как вы знаете, проект «Центр-Восток», он начал реализовываться. Реализует его национальная компания «Казахавтожол». И я думаю, что неплохо этот проект реализуется. В этом году уже они приступили к строительству мостового перехода, второго мостового перехода. Один мост у нас, как вы знаете, имеется, второй мостовой переход в районе Аксу. И в следующем году, я думаю, что этот мост уже будет построен. И у нас как бы надежные пути, дороги откроются и в сторону Семипалатинска, Ускемногорска, ну и, понятно, в сторону Омска. Значит, второй проект, который также реализуется нашим министерством республиканским, это республиканские дороги Омск-Майкопчега или же Омск-Павлодар, он также успешно будет полностью уже отремонтирован, реконструирован в следующем году и запущен. Спасибо, Дусин Байя Нурбайч, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию, ответили на наиболее, скажем, такие острые, волнующие наших телезрителей вопросы. Вопросов пришло очень много. К сожалению, у нас всего 15 минут, но я обещаю все эти вопросы вам непосредственно передать, для того, чтобы можно уже было потом уже в письменном. Ну, кстати, вот как вы отвечаете на вопросы телезрителей, обычно, блоги? Смотря какой запрос, в письменном виде, с адресом, тут же отвечаем на том языке, на каком запрос этот поступил, очень оперативно. Если же на блоге, через блог, в общем-то... Ну, я обещаю, что все эти вопросы тогда в таком случае перекинули на блог. Да, большое спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях в нашей студии был заместитель Акима Павлодарской области Дусинбай Турганов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова